Всем добрый день! Сегодня я вот оказалась в кабинете диагностики, да, правильно, наверное, сказать? УЗИ диагностики или ультразвуковой диагностики, вот, куда мы пришли. Ирина Владимировна, у нас как раз спец в этом деле. У нас, думаю, все уже знают, что есть программа «Здоровое сердце и сосуды». Но в эту программу мы не включали конкретно, да, какие-то ультразвуковые исследования. Кто-то уже приезжает со своим, но тут как раз мы хотим поделиться тем, что если вы вдруг не проходили где-то в городе, там, у себя дома, по месту, да, жительства, ЭКГ или там не делали УЗИ сердца, то в санатории Лесники появилась прекрасная возможность, здесь как раз время вам позволяет однозначно прийти и получить эти услуги. Вот Ирина Владимировна поделится обновкой нашей, да, аппарат УЗИ, это новый, мы его приобрели не так и давно. В начале этого года, да, в начале этого года мы приобрели аппарат ультразвуковой диагностики. Он современный, высокого класса, есть такие понятия, ультразвуковые аппараты делятся на несколько классов. То есть вот наш конкретно аппарат, он высокого класса. А что это? Это значит, что он позволяет делать не только рутинные, то есть вот, ну, стандартные, так скажем, методы исследования, да, но и более уже такие, так скажем, посложнее, да, то есть вот у нас все датчики необходимые, то есть на этом аппарате мы можем делать не только ультразвуковое исследование сердца, но и в принципе всех внутренних органов, то есть у нас для этого есть датчик для проведения УЗИ брюшной полости, УЗИ суставов можно проводить, УЗИ сосудов, УЗДГ сосудов шеи, допустим, да, вот, то есть все необходимые, у нас даже есть специальный внутриполосной датчик, которым делают ультразвуковое исследование женщинам, соответственно, органы малого таза, вот, и, ну, в общем, все методы ультразвукового исследования этому аппарату доступны. Сейчас у нас на нем задействованы только пока что УЗИ УЗД сердца. То есть вот в работе ультразвуковое исследование сердца. А что еще, вот УЗИ сердца мы получили, вот если я, например, просто вот пошла для себя, да, вот я решила, что у меня появилось время, я там в рабочее, это обычно не могу этим заниматься, вот тут у меня есть время, пришла, сделала УЗИ сердца, а что еще? Что вообще по правилам, значит, перед тем, как человек делает ультразвуковое исследование сердца, снимается электрокардиограмма, потому что это два метода, не взаимозаменяемые, а дополняющие друг друга. То есть то, что мы увидим, например, на электрокардиографе, да, результаты, да, там мы увидим, если есть какие-то нарушения или нормальная сердечная деятельность, то есть ритм правильный, да, отсутствуют или нетрубцовые, например, изменения миокарда, то есть это вот мы можем увидеть на электрокардиограмме, да, а для подтверждения или для, наоборот, опровергнуть, чтобы вот эти вот, как раз делается ультразвуковое исследование сердца. То есть там уже более визуально, конкретно видно и по объективным данным, что есть или нет все-таки рубцовые изменения, да, значит, как сократительная способность сердечной мышцы, насколько он выполняет основную свою роль мышечную, да, работает сердце, есть или нет проблемы с изменением размеров сердца, увеличение, допустим, при гипертонической болезни, при дилетационных кардиомиопатиях, например, да, которые до определенного момента могут бессимптомно протекать, кстати, к слову сказать. Вот, то есть наличие тех или иных пороков возрастных, например, очень часто выявляются, как сказать, впервые без жалоб, безо всего пороки, например, артального клапана, которые чаще всего встречаются у людей старшего возраста, то есть это приобретенные пороки, да. Вот, ну, в общем, весь вот этот вот спектр, это вот можно все посмотреть на ЭКГ. Ну, то есть мы делаем ЭКГ, потом делаем УЗИ и уже все это вместе смотрим. Да, и терапевт уже потом может, и наш терапевт может это, так сказать, дать консультацию уже более... То есть она расшифровывает, да? Ну, естественно, врач, я конкретно врач ультразвуковой диагностики, оформляет протокол, где подробно идет именно, прописываются все параметры, которые необходимы, в соответствии с установленными нормами. А вот, допустим, доктор уже потом, интерпретируя вот это вот, так сказать, на простой лад человеческий, да, уже как бы поясняет человеку там то или иное... Ну, и вообще советует, что делать дальше, да, обратиться там... Иногда приходится, не хватая, допустим, терапевта, необходимо идти к кардиологу. Допустим, вот у нас недавно совсем, вот в июле месяце приехал пациент, у которого по санаторно-курортной карте и по электрокардиограмме было замечательно, все хорошо, а на приеме у врача-терапевта, у нашего, да, перед направлением на процедуры были выявлены шумы в области сердца. Соответственно, доктор направил человека к нам, ну, было предложено УЗИ, как бы человек, да, согласился. И вот мы выявили, как раз тут, вот о чем я говорю, порог ортального клапана, формирующийся, то есть он еще на начальном этапе, но тем не менее... То есть уже можно с этим работать? Да, конечно. То есть все к лучшему случилось, что это все на начальном этапе выявили? Ну, опять же, поэтому всегда говорим о пользе профилактики, да, проверки своего здоровья, поэтому в санатории время это точно позволяет, и место, собственно, сделать, и наши аппараты, поэтому отлично. Мне все понятно, думаю, и нашим гостям тоже все понятно. По любым возникающим вопросам... А люди приходят вообще вот так для профилактики? Да, приходят у нас и люди, которые не находятся в санатории, вот близлежащие, которые здесь проживают у нас, да, потому что, в принципе, на самом деле достаточно, ну, непросто, я бы сказала, попасть в городе, например, ну, то есть это как минимум период ожидания все равно присутствует, вот, поэтому здесь мы можем эту услугу предоставить даже людям, которые у нас не находятся в санатории. Да, поэтому услуга доступна не только проживающим гостям, вы можете приезжать просто или, если рядом живете, там где-то недалеко, можете из города приезжать. Или вам назначена уже эта процедура, там где-то по месту жительства. Да, и где-то вы не можете ее пройти, поэтому, думаю, мы полезно, с пользой вас проинформировали о том, что такое есть и в санатории лесники.